На Украине предложили легализовать использование марихуаны в медицинских целях. С идеей выступила исполняющая обязанности главы Минздрава. Она сослалась на опыт США, Германии, Франции, Израиля и других стран. Могут ли практики этих государств прижиться в незалежные, разбиралась Юлия Шустрая. Еще одним запретом меньше. На Украине хотят разрешить марихуану. Речь начали с инкобольных. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на эту тему пост в своих социальных сетях. Вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях. Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что так. Так-то оно так, но в мировом опыте уже есть тенденция, где легализация в медицинских целях, там и в личных. Начинается этот процесс просто с просачивания препаратов через коррумпированных врачей. А дальше только лимиты на ежедневные дозы. Это что-то вроде следующего шага. Везде, где работает заместительная терапия, то есть метадоновая программа, там везде практически легализована марихуана. Это миллиарды долларов. Это миллиарды миллиардов долларов. Потому что бизнес по продаже марихуаны сейчас считается самым успешным и самым развивающимся с геометрической прогрессией в Америке. Те люди, которые имеют право на выращивание ее в фармацевтических целях, это долларовые миллионеры. Без новых бизнес-проектов не обойдется точно. На Украине уже выдали первую лицензию на легальное выращивание и производство продуктов из марихуаны. Получатель разрешения американская компания C21 Investments. Она культивирует и распространяет продукты из каннабиса в США и теперь через Украину нацелилась на европейский рынок. C21 теперь будет иметь возможность распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку с 742 миллионами потребителей. Мы рады получить первую лицензию, выпущенную в Украине, и расширить ее на Европу. На данный момент компания старается получить разрешение на разведение конопли. В общем, Украина рискует превратиться в этакую плантацию для Европы. Почвы в стране и вправду отлично подходят для выращивания конопли. Более того, каннабис – почти исконная культура в этой местности. Последствия для общества, да, они, наверное, будут негативными в целом, но надо сказать, что Украина очень поражена наркоманией, и уже дети, и школьники, и молодежь, и все остальные употребляют гораздо более серьезные синтетические наркотики. Страны, которые разрешают, так, с ограничениями распространения марихуаны, они в основном все-таки сильными институтами, эти страны. Они могут оградить это дело, они могут, как в Голландии, в определенных местах, в кофешопах там и так далее продавать, и не допускать ее распространения. Здесь этого не будет. Здесь, понятное дело, что составляющая, в первую очередь, политическая. Скоро выборы на Украине, и поэтому все вещи делаются с прицелом на свой электорат. Эта вещь, распространенная марихуана, разрешение легализации марихуаны, в общем, популярна. И поэтому политики начинают вбрасывать такие вещи. Схема с легализацией, впрочем, не новая. Подобный сценарий уже был опробован в Грузии. Но после опьянения успехом от проведенных реформ, правительство, как правило, начинают жалеть о послаблениях. Так было, например, в Грузии. Летом 2018-го там и разрешили употребление марихуаны официально. Теперь же вводят ограничения. Раньше скрывались, а теперь уже открыто делают. Кое-какие рамки, законодательные рамки в этом отношении уже есть. Я могу озвучить эти рамки. То есть в пределах, например, школ, вузов запрещено, например, использовать марихуану. Или там в публичных учреждениях за рулем запрещено. На работе запрещено. То есть реклама запрещена. Сможет ли Украина ограничить потребление легких наркотиков? А главное, захочет ли правительство этим заниматься? Пока об этом нет даже разговоров. Ключевая цель сейчас – позитивный настрой населения перед выборами. А с марихуаной его добиться будет явно проще. Юлия Шустрая, Вести.